Улыбка и принятие – это важнее отдавать им, чем показывать свою правоту. Вера от слышания. Молись чаще за семейные отношения, и я буду открывать тебе истины. Самой тебе сложно, но моей силой ты сможешь. Верь в идеальные отношения с мужем. Верь и полагайся на меня. Делай, как Дух Святой говорит, проси мудрости в каждой ситуации. Участвуй в женском общении. А мужчины должны общаться друг с другом. Аминь. Кто-то получил для себя? Поднимите руку. Ну, не обязательно, потому что я сказала, а потому что вы получили. Аминь. И самое интересное, вот наблюдайте, да, что Саша Бог говорит, и что записываю в это время я. Мужья, да любите своих жен, наслаждайтесь ими день и ночь, дни лукавы. В суете дней уделяйте внимание, делитесь переживаниями. Пусть все будет по обоюдному согласию. Играйте и выигрывайте. А теперь признайтесь, для кого это? Играйте и выигрывайте. Порассуждайте. Возможно, мы где-то, ну, отношения это не просто, да, вот само собой. Нужно двигаться, нужно действовать и относиться к этому даже где-то, может быть, короче говоря, не течь по течению однозначно. Будьте снисходительны друг к другу. Давайте время на рост. Ну, то есть не торопите события, да, поливайте молитвами. Все претензии делайте через меня. То есть есть претензия, пошли к Богу, а потом уже посмотрим, может уже и не будет. Только я могу изменить человека. Вы же не можете даже роста на сантиметр себе прибавить или убавить. Я возлюбил вас еще грешниками. Понимаем, да, еще грешниками он нас возлюбил. И вы любите друг друга такими, какие вы есть здесь и сейчас. Будьте в мире со всеми, прощайте и вам простится. Свят только Бог. И дальше Бог нам напоминает, знаете что? Коринфянам о любви. И мы с Сашей молились и хочу тоже вас попросить. Давайте мы помолимся очень коротко и это слово тоже повторим. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится, не бесчинствует и не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут и знания упразнятся. Дорогой Господь, мы Тебя благодарим за те откровения, которые Ты нам даешь, за те пророчества, которые Ты нам открываешь. И мы просим Тебя именем Иисуса Христа, помоги нам стоять только в любви, так как Ты нас возлюбил. Пусть той же самой любовью через нас, Господь, наши мужья или жены, Господь получит Твою любовь, Твою отцовскую любовь и принятие. Слава Тебе, честь и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны.